Фестиваль «Мы, карагандинцы» представляет с юбилеем за Мандас! 2017 год. Год – десятилетие конкурса, который уже стал одной из уникальных страниц в жизни современной Караганды. В этом фильме мы расскажем о самых ярких моментах конкурса за эти годы. А помогут нам его ровесники – дети, которым тоже по 10 лет. Это Акерке и Слава. Слава, а ты знаешь, что в Караганде много мероприятий, концертов, событий? Да, и одним из них является конкурс за Мандас. Ему исполняется 10 лет. В 2008 году по инициативе Акимата города Караганды возникла идея организации уникального конкурса, цель которого – рассказать и показать успешного в профессиональной деятельности человека. За Мандас – современник. Именно так стал называться конкурс за вклад в развитие города Караганды. Перед организаторами конкурса стояла непростая задача – организовать голосование за выбор лучшего по профессии среди горожан. В офисе организатора проекта Ассоциации предпринимателей Карагандинской области в течение месяца работала горячая линия, по которой принимались звонки карагандинцев, желавших отдать голос за одного из конкурсантов. Здравствуйте, это конкурс за Мандас. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Галунжан. За какого кандидата вы голосуете? Я хотел проголосовать за номинанта из номинации ТАПУС. Здравствуйте, меня зовут Джанар. Я хотела бы проголосовать за номинанта из номинации НСИХАТ. По итогам голосования населения города и определились обладатели главного приза конкурса. 21 ноября 2008 года состоялась торжественная церемония награждения победителей первого конкурса за вклад в развитие города за Мандас-2008. Мы в гостях у Натальи Васильевны Красниковой, которая стала победителем в номинации ОСТАНЫМ за вклад в социально-экономическое развитие региона и реализацию социально значимых проектов. Ровно 10 лет назад вот в эту же осеннюю пору был объявлен первый раз конкурс за Мандас. Это было совершенно неизведанное дело. Это была совершенно непонятная ситуация, когда, ну вообще по жизни все люди хотят, чтобы их как-то отмечали за то, что они делают, за то, что они творят, за то, что они выполняют. Для меня это была радость. И для меня это некое достижение, которое я буду демонстрировать, наверное, пока жива своим детям, внукам, родным, близким, молодежи. Потому что это заслуга моего труда, моей жизни, моего профессионализма, это оценка моей деятельности. Поэтому процветать за Мандасу, жить долго за Мандасу и выявлять лучших из лучших. В 2009 году в истории за Мандас произошло очень важное событие, когда все жители нашего города стали свидетелями открытого творческого конкурса, участие в котором приняли как профессиональные художники и архитекторы, так и начинающие авторы. Создавался постоянный главный приз за Мандас. Победителем стал молодой дизайнер Мейржан Жусубеков. Сегодня Мейржан – главный дизайнер дизайн-студии «МАГО». Идея этой призовой статуэтки заключалась в том, чтобы показать, что мы видим своих ведущих людей, которые делают большой вклад в развитие города. И изначально образ статуэтки символизирует форму глаза, который, скажем так, бдит за нашими лучшими людьми. И здесь в плане материала используются бронза и стекло, символизирующие прошлое и будущее. Вся эта скульптура стоит на постаменте, который символизирует нашу Караганду, наши шахты, наш уголь. Поэтому выбран постамент именно черного цвета. Хочу поздравить сам конкурс, хочу поздравить лауреатов конкурса с этим великолепным юбилеем. В 2010 году по решению жюри лучших в своей профессии стали выбирать не по шести, а по девяти номинациям. К уже ставшим традиционными номинациям в области здравоохранения, культуры, спорта, образования, экономики и общественного развития добавились еще три. Аброй – за принципиальную позицию в политике, формирование политической культуры. Алтын Калам – за вклад в развитие отечественной журналистики. Грылым Мактанше – за вклад в развитие науки. Вместе с Акерке и Славой мы приехали в гости к Басире Утемуратовой, победителю в номинации «Насихат. Наставление». Наш лидер нации Нурсан Абрич Назарбаев в своем программном документе «Социальная модернизация Казахстана. 20 шагов к обществу всеобщего труда» подчеркнул, что социальная политика должна быть направлена на созидание конкурентоспособного и сильного общества. И аналогичные конкурсы, как «За Мандас», и другие сетевые проекты, как «Молодежный ресурсный центр» – все они способствуют и создают условия как для развития непрерывного роста среднего класса, так и зарождения, развития креативного класса. Сегодня, выражая огромную благодарность Акимату города Караганды, хотелось бы особо подчеркнуть, что отдельные номинации за Мандас в сфере науки и образования вносят свой вклад в поднятие престижа педагогической общественности, поддержке и стимулировании творческих инициатив наших учителей. Значит, и в целом подготовки креативной, мобильной, конкурентоспособной молодежи как основы социальной, экономической, политической и научной элиты нашего многонационального государства. В год 20-летия независимости Казахстана организаторы конкурса решили по-особому отметить это значимое событие. Была введена еще одна номинация для людей, ставших гордостью не только нашего города, но и всей страны, для тех, кого любят и уважают все карагандинцы. В номинации «Легенда профессии» были представлены Шаймерден Абельмажинович Уразалинов. Прошел путь от рабочего до инженера, от Акима города до депутата мажориса парламента Республики Казахстан. Он внес большой вклад в строительство и благоустройство Караганды. Галина Сагандыковна Рахимова. Общий стаж работы в профессии 40 лет. Она участница первого всесоюзного семинара для дикторов. Работала в Москве. Отличник телевидения и радио СССР. Серик Токенович Нурказов. Чемпион Европы по боксу. Финалист Кубка мира по боксу. Трехкратный чемпион Советского Союза. Заслуженный мастер спорта СССР. Зейнула Мулдахметович Мулдахметов. Внес весомый вклад в становление и развитие научного и образовательного потенциала города. Доктор химических наук. Академик Академии наук Казахской ССР. Султан Капарович Досмагомбетов. Прошел путь от учителя до ректора. Профессор. Член-корреспондент Академии социальных наук. Кандидат экономических наук. Сергей Викторович Лохвицкий. Он впервые в Центральной Азии. Выполнил и внедрил микрохирургические операции. Почетный академик Академии медицинских наук Республики. Международной Академии информатизации. Нью-Йоркской Академии наук. Николай Александрович Дришт. С 1979 по 1989 годы был бессменным генеральным директором производственного объединения «Карагандауголь». Он полный кавалер знака «Шахтерская слава». Заслуженный горняк республики. Дмитрий Макарович Бойко. Общепедагогический стаж работы 50 лет. Под его руководством Карагандинский коммерческий колледж был признан лучшим средним специальным учебным заведением страны. Заслуженный, почетный работник образования Республики Казахстан. Рымбала Кенжибалеевна Амарбекова. Внесла большой личный вклад в развитие культуры не только в Караганде, но и в регионах. Сохранила бережное отношение к казахскому народному искусству. Награждена орденом Парасат. Легендарный диктор Карагандинского радио и телевидения Галина Сагандыковна Рахимова пригласила нас к себе в гости и рассказала детям, ровесникам конкурса «Замандас» много интересного о своей профессии. «Замандасу 10 лет. Я это помню. Была участницей и награждена этим знаком. Я очень благодарна Гульнаре Туритаевне, Серику Малибековичу, руководителям ассоци-предпринимателей Карагандинской области. Это большое дело, потому что они показывают и поддерживают тех людей, которые внесли значительный вклад в развитие нашего города, нашей области. Здесь и молодые, и среднего возраста, и люди, которые прожили много лет и проработали много лет. То есть они достаточно вклада внесли в свою лепту, так скажем, в развитие нашего города. Так что это дорогого стоит, и я хочу, чтобы они продолжали это дело, потому что они помогают не только, не то что помогают, а поддерживают этих людей, которых они награждают, а тем самым они поддерживают развитие нашего города и нашей области. Я желаю им и в дальнейшем успеха, успеха и успеха. Пятый юбилейный конкурс «Замандас» в 2012 году пополнился еще одной важной номинацией. В честь 20-летия Вооруженных сил Республики Казахстан была представлена номинация «Эскери Аброй. Честь имею». В рамках пятилетия «Замандас» приготовил подарок всем юным карагандинцам – праздничную номинацию «Замандас Болошак». Дети – это будущее нашей страны, и у нас сохранилось особое отношение к воспитанию, развитию и становлению маленьких граждан. В юбилейный год на конкурсе была представлена великолепная пятерка одаренных детей, живущих в нашем городе Караганде. В честь пятилетия имена всех лауреатов и победителей конкурса «Замандас» за эти годы появились в эксклюзивном сборнике, специально изданном к юбилею. 1 марта 1995 года по инициативе президента нашей страны была создана Ассамблея народа Казахстана. Этим определен ее особый высокий статус. В 2015 году к 20-летию Ассамблеи конкурс «Замандас» проводился среди национальных культурных центров Карагандинской области. Подробная информация по 22 этнокультурным объединениям Караганды была размещена на сайте проекта «Мы – карагандинцы». Затем было проведено интернет-голосование, по итогам которого жители нашего города выбрали 5 этнокультурных объединений. 1 декабря 2015 года состоялась торжественная церемония награждения победителей 8-го конкурса «Замандас». В 2016 году, к 25-летию независимости Республики Казахстан, фестиваль «Мы – карагандинцы» преподнес всем жителям особенный подарок – энциклопедию «История успеха Караганды» в копилку достижений Казахстана. Это история нашего города с 1991 по 2016 годы, неразрывно связанная с историей нашей страны. К энциклопедии прилагались два диска «Тебе пою, Караганда» с песнями, которые написали профессиональные композиторы и просто творческие люди. Карагандинцы посвятили свои произведения любимому городу и Казахстану. 2017 год. Год десятилетия конкурса «Замандас». В год юбилея организаторы решили отметить тех людей, которые были на протяжении всего этого времени рядом. Тех, с кем делали одно общее доброе дело – этот конкурс, аналогов которому нет у нас в стране. Один из лауреатов этого года в номинации «Эффективное партнерство» Кудайберген Бексултанович Бексултанов, секретарь карагандинского городского маслихата, стоял у истоков зарождения конкурса «Замандас». Десять лет пролетело как один день, но если вспомнить, что мы за эти десять лет создали мотивацию, активность наших горожан в этих проектах – это и образование, это и здравоохранение, это и культура, это и спорт, это и малосредний бизнес, это наука. Знаете, вот если мне сейчас вспоминать, каждого из тех, кто удостоен был манинации, там, Рахмшла, Станан, Батар, Алтунхалан, да, такие замечательные люди, наши горожане, современники, которые рядом с нами, вот делают большое дело для того, чтобы мы могли видеть Казахстан процветающий. Для Караганды 10 лет конкурса – это история жизни горожан, рассказ о лучших примерах трудовой деятельности, удивительные страницы в летописи любимого города. Для организаторов это годы напряженного труда, постоянного совершенствования самого содержания конкурса. Ең басты мақсаты бұл конкурстың әрине, но біздің қарағандылықтарды, біздің жерлестерімізді, осы қарағанды қаласының дамына, қосқан елеулі күлесі үшін, біз Марапаттарда қыси күрмет көрсеттік. Сондықтан мен ойдаймын, осы біздің қарағанды аман болсын, осы қаламыздың дамыуына, көркендеуіне, біздің қараганды қарайдаймын. С юбилеем, Замандас! Продолжение следует...